Всем доброго времени суток, с вами Соб, и мы продолжаем наше странство в Death Stranding. В прошлой серии мы построили дорогу, даже два участка дороги, но если честно на третий участок дороги меня чего-то пока не хватает. Давайте, наверное, выполним заказ, который нужно пробираться пешком, насколько я помню. И, собственно, продолжим сюжетную линию. Также в прошлой серии мы получили новую пушку от мастера второго уровня, Boss Gun. Но это как бы не новая пушка, это старая, просто она второго уровня. Сейчас нам это позволит лучше справляться с молами, ну, возможно, с тварями. Я еще пока с тварями не встречался и с этой пушкой. Ладно, сейчас заедем в одно из мест отдыха, заберем личные вещи, типа гематических гранат. И направимся в новую точку. Мне намекают, что и это транспортное средство у меня скоро развалится, да, я так понимаю? Так, вот здесь, да, мы, по-моему, скидывали. Да, здесь. Давайте заберем наши вещи все. Из личного хранилища. Ботинки Бриджеса. Болосган первого уровня я не буду забирать, у меня здесь второго уровня. Металлы я здесь тоже, наверное, оставлю. Хотя нет, металлы давайте возьмем с собой. А что, дотащим до той дороги-то? Там их выложим. Но все равно не хватит, я думаю. Но Все же лучше, чем ничего. Все. Да, все. Сейчас доберемся до распределительного пункта. И тем самым сможем там починить транспорт. Ну, мы его, наверное, там в личном гараже и оставим. Потому что идти нам придется пешком. Так, давайте доедем, скинемся этим материалом здесь. Восстановление дороги. Что у нас тут? Всех материалов даже не хватит, да? Да. Ну, ничего, добавим. Получим какой-то профит с этого. Много нам еще нуждся? Ну, в принципе, не очень много. Все, наверное, скинем здесь этот транспорт. О, лестница чья-то. Берем? Берем. У нас лестницы вроде как нету. Что ж. Давайте зайдем в личное хранилище. Во-первых, заберем вот эту штуку. Заберем гранаты. Пакет с кровью заберем. Угу. Все. Да, нам нужно какое-то снаряжение с собой еще подготовить. Так, распределим. Подтвердим. Да. Так, гараж. Давайте вот этот сдать на хранение. Размещаю транспорт. Ага. Неплохая анимация. Так, что у нас есть из снаряжения? Я думаю, нам нужен один пхк сделать, а то и два. Один или два. Наверное, один. Хватит. Лестница у нас уже есть. Я вот не помню, крюка у нас. А, у нас крюка нету. Ну, давайте один крюк возьмем с собой. Ремонтный спрей у нас один есть, да? Так, и из этого всего нам ничего больше не надо. Правильно? Правильно. Все, подтверждаем. Изготавливаем. Кидаем все это на спину. Автоматически распределяем вес. Ну, собственно, отправляемся в путь. Хотя нет, наверное, давайте лестницу-то я сделаю еще даже две с собой возьму. Там у нас не очень удачный участок пути. И лестница нам поможет. Явно поможет. Все. Ну что ж, отправляемся. Счастливого пути. Так, Бобая. А что Бобая переживает? Давай-давай-давай, успокаивайся. Ну что, доволен? Ну, вроде доволен. Так, ладушки. Давайте снимем все метки, которые найдем. Что здесь еще? Где еще метки есть? Все же? Или я ошибаюсь? Да, вроде меток больше нету, да? Или есть? Нет, вроде больше меток нету. Для чего мне это? Ну, наверное, для того, чтобы проложить сюда маршрут. Потому что все-таки без маршрута я не очень хорошо понимаю, как на мне идти. Давайте, наверное, как-нибудь вот так пройдем. После чего сюда, в принципе, можно будет дойти, да? И как-то Как-то вот так вот надо идти. Ну что, побежали? Оружие разрешено. Заодно будем по пути не забывать собирать всякие кристаллы. Ну, потому что нам в любом случае нужен будет нужны будут ресурсы, чтобы строить дальше дороги. Ну, и тому прочему. Хреновина какая, а? Воспользуемся лестницей. Че-то он не пользуется лестницей. Да. Пробираться будет здесь кошмаром. Отлично. Ну че, постараемся пройти как-нибудь. Начинается дождь, да? Повезла. Я прям, правда, прям даже не знаю. Может быть, сейчас тут твари будут, и тогда будет все очень непросто. Ну, пока что я лойтовенько туда иду. Че? Начинаются проблемы с тварями, да, я так понимаю? Или нет? Ну, вроде нет. Тормози, сам тормози. Так, мы далеко прошли-то? Ну, прилично. Но нам все равно еще далеко идти. Но тут есть чей-то крюк. Ну, привет. Да, не понимаю. Ну, привет. Ну, че, посмотрим, как это оружие работает на тварях, если оно вообще работает на них. Вон там, да, они? Давайте хотя бы проверим. И че? Она исчезнет или что? Или он просто связан, получается? Наверное, просто связан. Ладно. Не, нечем. Типа он, че, развязался, да? Ладно. Погнали. Своё место на нашей стороне. Да. Крюк здесь, конечно, кто-то очень удачно повесил. Прям тут, тут спору нету. Ну, я так понимаю, твари и здесь везде лазят, да? То есть, вот, если их связать, то можно мимо них спокойно пройти, да, я так понимаю? Ну, это, в общем, удачно. Мне нравится. Так намного проще. Ну, не то чтобы проще, но быстрее точно. Так, а нам куда вообще? Да, вон туда. Утерянный груз. Утерянный груз. Ну, в принципе, че у нас по весу нормально, сюда. Давай возьмем. Так, я думаю, что давайте поставим лестницу. Че, мы с тобой просто так что таскаем? Да, я знаю, что я молодец. Нам там накидывают лайков за дорогу, я так понимаю. Ну, что ж, ради этого все и было сделано. Шучу, конечно, не только ради этого. Так, а идем мы совсем с другой стороны, да? Не с той стороны, с которой прокладывали маршрут. Ну, ничё. Это тоже неплохо. Так, тут у нас течение. Ну, мы сейчас справимся лестницей. И че у нас там еще из инструментов есть, да? Чтоб че-нибудь накидать-то. ПХК есть, да, Дим? Ну, обратно сейчас пойдем. Построим там стражевую башню. Построим там стражевую башню. П Ну, больше я пока приколов не вижу. Здесь ни грузов, ни хрена. Так, забираемся. Может, если мы пройдем через последнюю точку, то... Все, маршрут-то пропадет, нет? Сканирую. Сканирую удостоверение. Привязь. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято хоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Ну, что ж, мы выполнили задание. Доставили запрошенный груз. Я так предполагаю, что мы сейчас подключим этот узел к хиральной сети. Доставляю брус. Привет. Сэм Бриджер, да? Ну, привет. Мы тебя ждали. Этот датчик спасет многих людей. Дай-ка я посмотрю. О, чудесно. Он в идеальном состоянии. Спасибо. Спасибо. Так, на всех объектах, связанных с UCA, теперь можно использовать спецсплавы. Так, увеличено количество материалов, доступных для использования на метеостанции. Спецсплавы. То есть, трех им было мало, да? Даже каких трех? Четырех. Получаются хиральные кристаллы, металлы, керамика и смолы. Теперь еще и спецсплавы. То есть, уже пять. Когда подключишь нас к сети, мы сможем поделиться результатами замеров. Окажешь нам честь? Ну, я подумал бы, если честно. Продолжение следует... Да, замечательно. Так. Алекс Узер Стоуну предоставляет данные о следующем предмете. ПХК уровень 2. Предоставляет данные о следующем предмете. Воздушный... Воздушный транспортер. Че это такое? Так. Новый член ЮСЕ использует информацию о метеостанции. Штаб-квартира Бриджес добавил в ваш ПХК данные о новой постройке. Убежище. Используя информацию с метеостанции, штаб-квартира Бриджеса добавляет в ваш ПХК данные о новой постройке. База. Ага. Замечательно. Что нам нужно делать дальше? Замечательно. Я вижу, ты подключил метеостанцию. Великолепно, Сэм. Когда район интегрируется в хиральную сеть, он, так сказать, также становится ближе к берегу. Это сильно влияет на уровни хиралии, и оценка этого влияния одна из основных функций Кьюпида. Чем больше нам известно, тем точнее мы можем предсказать время и место темпорального дождя. Без хиральной сети мы могли бы только гадать. О, благодаря твоим успехам, ты теперь можешь смотреть прогноз погоды с помощью браслета. Открой карту, увидишь. Пригодится при планировании маршрутов. Я буду следить за плотностью хиралии из лаборатории. Она недалеко от Южного узла. Обрабатывай заказы, и тогда быстро подключишь этот регион. Удачи, Сэм. Отлично, Сэм. Еще одна точка в сети. Молодец. Продолжай в том же духе. Прогнозы метеостанции должны быть доступны всем, кто в хиральной сети, в том числе тебе. Ты можешь просмотреть их через браслет. Пригодится при планировании маршрута. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставок. Так, и что за новый заказ? Темпоральная ферма. Строительство базы. Давай. Построим базу. И доставим семена. А что нет? Я добавила в твой ПХК убежище от дождя. Оно поможет тебе и твоему грузу остаться сухими, пока погода не улучшится. Да, но мне лучше... Попробовать базу. Поздравляю, Сэм. Твой ПХК, так сказать, поднял уровень. Теперь ты можешь возводить более сложные постройки. Мама тебе расскажет подробнее. Сэм. Это довольно большая постройка. Так что тебе понадобится много времени и материалов. Но, зато она практически заменяет личное помещение. Попробуй. Да, хорошо. Ни фига. 300 хиральных кристаллов. И 2400 сплавов. Это мне шибстанцию построить. Воздушный транспортер это что-то вроде тележки. Хиральные кристаллы позволяют ему висеть в воздухе и двигаться над пересеченной местностью. Ты можешь положить в него груз и вести к месту назначения с минимальными усилиями. Если одного не хватает, его можно подцепить к другому и взять оба. Не забывай, для работы транспортеров необходим запас хиральных кристаллов. Следи за тем, чтобы у тебя их хватало. Так, ладно, давай, допустим. Нет, у меня вот, я так понимаю, что у меня по одному-то всего есть, да? Чуть такое... А, семена пшеницы? Спецоплавы это для базы, наверное, да? Нагрузил ты, ё-моё. Это мне дали, я так понимаю, ресурсы на базу, да? Да. Ладно, подтверждаем. Зайдём... Зайдём, распределим. Теперь по браслету можно смотреть прогноз погоды. Очень удобно, когда ты в дороге. Не знаю, может быть. Так, мне вот здесь нужно построить базу, да? Конечно, всё хорошо. Но мне и так до хрена всего этого тащить. Так, ладно, допустим... Да ну нахрен. Где этот транспортер? Так. Открыть меню грузов. Так, что у нас тут валяется? Вот это, да? Мы можем это всё на транспорте... Во. То есть, в принципе, так мы, в общем-то, всё забираем, да, с тобой? А мне его тащить, что ли, надо ещё? А, забавная хрень. Сэм, нужно больше хиральных кристаллов. Отправляйся и поищи. Когда найдёшь достаточное количество, идти на него на 3 базу в порядке. Я не очень понял. Но я понимаю, что нам вот сюда куда-то идти, да, надо? Так, надо вот эту штуку снять. Всё же, да, вроде всё. Так, чём? Вот сюда, да, нам? Оружие разрешено. Вы ищете, издеваетесь, ещё и тачки за собой таскать, да? Так, материал для завершения базы. Требуется материал хиральных кристаллов 300, сплава 2400. Эту информацию также можно выбрать за кассы подробности, заказ, там, ТРПРМ. Ну, ладно. Не понимаю, она тащится за мной или не тащится? Давай бегом. Так, здесь нам нужно его построить, да? Ничего ж, выбираем по хк. Да, да, теперь чё? Двоечка, да, по-моему? Двоечка и... Мост-фундамент, база, вот. База. Да, ты на месте. Давай строить базу. Ты готов, Сэм? Сначала возьми свой пхк и выбери пункт база. Ну, это я уже сделал, ребят. Сэм так не войдёт. Нужно больше хиральных кристаллов. Да я понял. Если у тебя их с собой нет, добудь. Ты сюда ставь к базе. Так. Завершить постройку. Ну чё, спецсплавы, да, наверное, сначала за хреначим? Так, ну и все хиральные кристаллы, которые у нас сейчас есть в наличии. Так, а тележку теперь чё? Да, проводу конец. В смысле? Давайте не сложим, да, её? Так, ладно, нам нужны хиральные кристаллы. Пошли искать. Предсказывать погоду, это как предсказывать будущее. У некоторых животных есть шестое чувство, позволяющее им избегать опасности. Но у нас есть кое-что получше. Способность собирать и анализировать данные. Только люди обладают возможностью строить планы. Что, если нам попробовать дойти? Ой, он очень далеко. Да, это там паральная ферма, она охренеть как далеко. Ну ладно, ну чё? Тут твари. Ну, короче, по прямой. У нас есть способность ежедневно представлять себе, каким будет завтрашний день. И наше воображение когда-то позволило создать богатую, яркую культуру. Но где-то по ходу дела мы утратили картину будущего. Мы превратились в животных, которые живут только сегодняшним днём. Да, добираем сюда фермы. По пути будем собирать эти кристаллы. Так, стоп, дайте-ка я выключу музыку. Где-то у нас тут был проигрыватель, где-то был, да? Карта памяти, это не то. Только система, чё тут у нас? Ай, ладно, пусть играет. Нет, меня напрягает то, что музыка играет. Система. Так, параметры управления, да, эти параметры, да? Параметры звука. Общая громкость. Снизим чуть-чуть. Это вот так вот на 70 поставим. Параметры игры. Параметры. Чё, спускаемся? Да, давайте спускаемся. Чё-то как-то он не особо хочет спускаться. Давай-давай-давай. Так. Давай-давай-давай. Значит, дотянется, нет? Ну, вообще, дотянулась. Чё, бежим дальше? Чё-то кристаллов я тут ни хрена не вижу. Я только вижу дофига грузов, которые нужно тащить обратно. На этой метеостанцию. Держись, Сэм. Так. Чё, мы всё правильно идём пока? Да, ну вот тут, я так понимаю, у нас эти твари, да? А, здесь мулы. Ну, мулы это ничего. Мулы, я думаю, мы можем попробовать их закошмарить. У нас этот, пушка-то с собой? Да, пушка вроде с собой. Так, не забываем сканировать. Потому как мне нужны кристаллы. Для завершения постройки. Вон, пойдём до башни дойдём. Как раз, наверное, посмотрим, чё там с мулами у нас. А у мулы в транспорт есть, интересно? Единственное, чё я так понял, что хиральные кристаллы могу собирать только я. Да? Ну, или другие игроки. Потому что как ресурс их нету. В округе. Так. Чё, использовать? Да, использовать стражевую вышку. Зато здесь есть грузовик, даже два. Чё там ещё есть? Ну, нам больше, наверное, и не надо. Нам так-то достаточно, наверное, будет одного грузовика. Ага, кристаллов, наверное, вышка не показывает. Ладно. Попёрли. Так, я только проверил, у нас точно пушка с собой есть? Да, есть, и у неё 18 выстрелов. Это хорошо. Чё, воспользуемся чьей-то лестницей? Так, мы идём через территорию мулов. Ну, меня теперь это не особо парит. Если честно. Есть кто? Ко мне прям грузовик едет, да? Комбайн. Хрена, а это какие-то такие, другие мулы. Ну, или такие же. Ну, мы в любом случае сейчас от них убежим. Чё, всё? Сдулся? Где там ещё один? Вот ещё один. Ща, где-то здесь ещё один был, да? Всё, или ещё где-то? Ещё трое, да, я так понимаю? Вот тут вот, да, где-то один. Давай, вылезай. Ну? Будешь вылезать, нет? Ё-моё, а вы освобождаете их, да, своих? Ведь какие-то другие мулы. Куда я пошёл ты? Да, пошёл ты! Всё? Всё, добегался? Ещё где-то есть, да? Угу. Иди сюда. Где ты там? Куда ты побежал? Сюда, иди. Ах ты, зараза. Сука. Тележка у меня сбил, да? Ещё, по-моему, где-то что-то сбили у меня, нет? Нет, не мой ПХК. У меня, в общем-то, остался один выстрел. Может, соберём с них хоть что-нибудь, а? Давай, вот, возьмём, допустим, ПХК. Чё ещё здесь есть? Ботинки мулы, металлы, вот, всё соберём. Ну и, в принципе, садимся во кристаллы. Это какой-то другой грузовик уже, да? Не такой. Так, мне туда, да? А чё бы не залезть мне в ящик муф-то? Может, по-ну разбираем там чего? Так, чё мы можем снять? Металл, ботинки, воздушный ПХК, ПХК. Нет, по миссии я с собой возьму. Да, да, вот это всё давайте переместим на транспорт. Чё у них ещё здесь есть? Какие-то сплавы. А можем отсюда прямо на транспорт? Нет, прямо на транспорт не можем, да? Давайте это исправим. Вот если так подвезём, наверное, сможем. Так, сможем? Если мы вот так вот всё это выделим. Да, можем прямо на транспорт погружать. Вот это. На транспорт погрузим. Что ещё здесь есть? Ремонтный спрей? Ну, мне он не нужен. Так, я чё-то, по-моему, наверное, отменил всё действие, да? Да, так и есть. Ну, чё, на, нормально так. От хреначили, мулов, собрали у них грузовик и едем дальше. Какой-то другой грузовик. Он интересен, только по цвету другой или вообще другой? Непонятно. Так, ну чё, давай сзади миссию. Он там в какой-то спуске, да? Он там типа бункер, да? Так, чё, доставим? Стандартный заказ? А он это был просто стандартный заказ, да? Нет. Нам же нужно доставить. Вот, запрошенного груза. Доставляю груз. Спасибо. Бриджес всегда был добр к нам. Сначала Амелия была нам близким другом. Она ценила то, что мы делаем и помогала нам восстановить ферму. Мы долго ждали шанса подключиться к сети. Давай-ка глянем на эту твою пшеницу. Ну, надо же. Это всё нам? Серьёзно? Как тебе это удалось? О, ты молодец. Ну, чё, на эссочку, да, надеюсь? Да, на эссочку. Кстати. Давай подключаем. Спасибо. Есть. Есть. Так, ну ладно, они вступили всё так. Сэм, за тобой ведь бывало гнались мулы, обнаружившие твой груз, да? Угу. Чтобы предотвратить такие ситуации, мы улучшили твой сканер грузов. Допустим, тебя пингуют. Если правильно выбрать момент, то можно ответить им тем же и отменить их импульс своим. Они ничего не узнают, а ты сможешь идти дальше, но нужен точный расчёт. Ну, попробуем. Так, единственное, что я теперь не вижу здесь дорог. Спасибо. Вот теперь мы извлечём пользу из темпорального дождя. Наша ферма побьёт все рекорды. У нас есть поля для испытаний, но мы не могли предсказывать темпоральные дожди. И поэтому результаты были не очень. Здесь темпоральный дождь шёл часто. И мы представляли, когда сажать, когда убирать урожай. Но потом пришли террористы и всё испортили. Слишком много трупов и кратеров. Погоду стало невозможно предсказать. Слава Богу, сетевые прогнозы позволят привести всё в норму. Если всё получится, мы сможем увеличить наше производство и обрабатывать огромные поля. Мы продолжим генетические исследования, постараемся создать самоподдерживающуюся экосистему. Может, при этом мы даже узнаем что-нибудь про темпоральный дождь. Работы предстоит много, но она меня не пугает. Спасибо ещё раз, Сэм. Ты подарил нам надежду. Скорее бы собрать урожай. Так, держать, Сэм. Полпути пройдено, ты сможешь. Вы только посмотрите. Ты только что подключил ферму темпорального дождя к сети, а у нас уже есть заказы. Будет, что прихватить по пути назад. В смысле, по пути назад. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Так, ну и чё? Заказов для Сэм монеты. Стандартные заказы есть. Да, есть на метеостанцию? Пиво. Хрупкий груз. Ага, конечно, спасибо. Ладно, чё, берём. Нам в любом случае обратно идти. Чё-то мне неохота его брать. Ладно, берём. Чё мне нужно и снаряжение? У меня есть одна лестница, один якорный крюк, да? Два пакета, один ремонтный спрей. ПХК мне не нужны сейчас. Мне нужно, что? Мне нужен блазмаган. Ещё один. Один. Явно можем сделать, да? Ну и воздушный транспорт мне нафиг не нужен. Чё там? Пиво так весит, да? Да хрена. Заказ назначен. Ладно. В принципе, меня всё устраивает. Ещё раз, поделись. Спецсплавы. А. Вот чё меня не устраивало, точно. У меня же грузы в грузовике. В грузовике куча грузов. Надо... Понятно. Нахрен я их тогда собирал. Тоже дорог у нас всё равно нету, да, особо? Да, не вижу смысла вообще в этих грузах. Ещё раз. Я, получается, здесь. Ага. Можно до этого почтового ящика довести. Эти грузы. Осторожно. Дороги здесь, в любом случае, я так понимаю, нету особо. То есть мы никак сюда не вернёмся. Нам нужно вернуться сюда, да ещё и с кристаллами. Вот в чём дело. Давайте до этого почтового ящика доедем. Скинем в общее хранилище всякие эти... Целая деревня, да, их? Да. ну чё давайте наверно доставим утерянные грузы всем ох сколько много так получится быстрее доставить груз для доставки нет общее хранилище передача оружия и снаряжения вот это мы сейчас все сдадим в общее хранилище я не знаю может кому понадобится муж кому нет так вы не сможете вернуть грузы помещенного храни да пожалуйста собственно все так о чем у нас можно здесь получить получить то можно здесь так может ребят что-то оставляли да ничего не такого особо не оставляли ладно поперли дальше а где мы наверно скинули да или нет вроде нет груз этому пиво скинули нет нет вот особое пиво нет не скинули хорошо с особым пивом я так понимаю нам нужно быть а осторожными так правильно ли я еду да я еду правильно мне отсюда надо чуть правее взять чуть левее точнее взять ладно я думаю бросаем бричку потому что мне нужны кристаллы так удерживаю равновесица так по эту сторону больше нету ту сторону пошли ну таки наверх да собственно так 270 я думаю что мне хватит да да ладно выправляем то направление попутно конечно я еще буду собирать христаллы но уже не так яра между нужно задание выполнить базу построить нужно построить базу и доставить пиво держи себя в руках ну или держи себя на ногах что такое так тут аж три места до дождь закончился это ништяк 358 обойдем ох какая дофига прям должно быть до 86 грамм может искать не грамм а так где нашим задача вон наша задача да да вот и погнали туда почему здесь инструментов лишнее еще нибудь гранаты и крюки и все да да тележка забавная штука не сильно мне конечно понравилось но в общем забавно еще мне не сильно понятно какого хрена нельзя проще поставить дорогу ну потому что хождение вот это все это прямо иногда добивать начинает уже конкретно так где должен построить то вот он да так сейчас дойдем поставим базу потом занесем пиво кстати говоря вот че хотел мне нужен ремонтный спрей которого кстати осталось тоже уже капля но это нам позволило восстановить наши ботинки и наше пиво так где нам что строить то здесь надо было а вон там да на скорую силового контура разрядится батарейка вот че я хочу сказать но надеюсь мы сейчас построим здесь базу закончим строительство точнее так завершить постройку и реальных кристалла все и мы сможем собственно здесь отдохнуть ну соответственно не то что отдохнуть мы сможем здесь подзарядить свой костюм ну че закончили данная стучку сделали все это спасибо сам это база принесет огромную пользу многим людям я не только о курьерах что будут останавливаться здесь по пути к метеостанции но и о людях которым они помогут и тех кому помогут эти люди мои все связаны да тебе выпала честь первым отдохнуть здесь да ну давайте отдохнем ну все я там прочитал что боезапас пополнен это конечно хорошо погнали сразу на улицу нам еще пиво надо не значит ли это что мои повоз ганы 124 где еще один один за все понятно их на храни нужно 2 я понял буду иметь ввиду что же мне нужно сюда принести пиво получить новые заказы москва да все как мне туда попасть я хочу по прямой прям пройтись вот так вот получится это у меня нет конечно но попробуем так у нас тут дождик до намечается и у нас скоро появится твари насколько я помню нам вон туда и кто-то по ходу умудрялся на транспорте заезжать да скорее всего давайте по значкам пройдемся я так понимаю так будет быстрее так не спотыкайся сын не спотыкайся грибаный бабай сколько же мне же еще идти до нам ничего как-то постараемся добраться побыстрее тут у нас прямо лабиринты какие-то куда нам туда нам да а здесь по моему личное убежище да кто-то здесь базу построил и чё прям тут чувствуешь да сейчас будем хреначки направо и налево а может и не будем мне вообще по моему туда да да вот туда мне вот я туда и пойду конечно будем обращать внимание на адрадек ну где ты где твари то все нет твари здесь еще видео кристаллы там да кристаллов конечно побольше надо набрать уж видео не самый неподходящий момент они становится быть нужным Играет музыка А что у нас здесь с глубиной? Глубоко, да, в общем Придется обойти Ну, благо тут недалеко мост Что, все, дождик закончился? Типа закончился Ну, возьмем, сейчас кинем его прям сразу Играет музыка О, ремонтный спрей Ну-ка, воспользуемся им Это потрачено, а где у нас тут Блин, это то потрачено я что, взял? Нет, вот, нормально я взял Нормалек, да вроде нормалек Сканирую Сканирую удостоверение Бриджес Провожу идентификацию Готово, обнаружено Оно будет изъят отход до вашего ухода Груз проверим Спасибо Привет, мужики Че-то там ББ хотел Так, давайте доставим утерянный груз По-быстрому И доставим запрошенную груз Пивко Значит, добрался Выглядит отлично Снимай шляпу Так, че у нас тут Эсам Замечательно Ну все Береги себя Да, замечательно Отлично, доступен новый заказ Чтобы узнать больше Загляните в терминал доставки Что ж, ребят Давайте возьмем новый заказ Посмотрим, куда нас отправят Заказы для Сэма О, у нас появился старьевщик Срочно И это у нас Основная миссия, да, получается Еще и есть режиссер Ну, они, в принципе, недалеко Тоже возьмем Что нам понадобится Ну, возьмем на всякий случай Лестницу Одну с собой Строить я ничего, наверное, не буду Или возьмем все-таки Давайте возьмем Все-таки Один ПХК сделаем Из транспорта Мотоцикл, может быть, туда Возьмем, да? Да нет Пойдем пустыми Сходим Все, да? Да Подтверждаем Отправиться в путь Заказ назначен Параметры доставки обновлены Установлен лимит времени Установлен лимит времени Замечательно Сканирую Счастливого пути Сэм, это Фреджел Твой клиент называет себя старьевщиком Но раньше он был спецом по ремонту связи Он может починить что угодно От простых терминалов до ключевых компонентов сетей связи Он был хороший человек Приятный в общении Но после инцидента рядом с Южным узлом Он изменился И я его не виню У него полно причин не доверять нам Понятно То есть мы будем встретить Встретимся сейчас со старьевщиком Ты особенно понимаешь Ладничка, ребят На этом мы закончим эту серию по Death Stranding В следующей серии Встретимся со старьевщиком Посмотрим что Что нужно будет для него выполнить Чтобы пройти дальше Нашу сюжетную миссию Если вам понравилось видео Ставим палец вверх Подписываемся на мой канал И с вами был СОП Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok